Девушки отдыхают 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вообще, Запорье считается глубинкой, потому что мы находимся в стороне от трассы. Мой сельский совет получается непроясной, находится в стороне. Даже от трассы Белыни-Чебыхов, и то мы находимся где-то порядка 11 км в сторону южней. Поэтому получается глубинка. Я думаю, что наше заполе не исчезнет. Оно будет, потому что очень много у нас работает молодых специалистов, молодые люди, которые работают и в самом техтене, в центре хозяйства, в конторе работают. Очень много людей, которые работают и механизаторами, и на фермах. И они живут в благоустроенном жилье. У них есть все удобства, вода подведена в домики. Ну, скажем, условия не хуже, чем городские в домиках. Привет! Привет! Поздоровайся! Мы находимся в деревне Заполиня, Белынинского района, Могилевской области. Ну что, Робина, испугалась? А вот обеяк. Робинка! Думаю, что за чудо! Хорошая моя. Стоять! Вот эта Робинка, боится. Пойдем тогда другой. Ромашка! Ходи! Стоять! Стоять! Хорошая! Наши родители имели корову, и косы, и индюков, и хусей. Было большое хозяйство с детства. И вот эта любовь видно. Любовь к животным. И так, с пеленой, как мы говорим. Мы в основном живем на молоке. Поэтому удивляются люди. Вот сейчас у нас две коровы дойцы. Вот эта Робина и Ромашка. Та в запуске. Чебурашка. Чебурашка! 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 Она похожа. Это ушки, как у Чебурашки. Ну, на телочке мы брали. Ну, я говорю, что ты похожа на Чебурашку. Я говорю, а она есть Чебурашка. Ну, и не Чебурашка и осталась. Я преподаватель физического воспитания. Кончил Гомельский университет. Вот. И стараюсь поддерживать здоровый образ жизни. Не пью, не куру. Но физически занимаюсь. Видите? Моя лошадка, Лиска, она вырушает меня. Ну, а корм я заготовляю. Вот моя первая помощница. Штиль 400F. Тут народилась. Скончила заочно Могилевский пед. Телфак белорусский. О, так вы с вами можете разговаривать по-белорусскому. Ну, да. Вельми добрый. Мкнусь. Разговаривать с вами по-белорусскому. И вы наставница? Наставница. Ну, коли детей любишь. Любишь справа. Так доброе, да. Як и у любой профессии. Ну, это все мое родное. У всех я веду, меня не ведают. Доброе. Что вы читаете, коли паслите? Почитаю, коли паслите. Ну, это я что схватила, то и читаю. Называется У. Ты стына родиться. Покажите. Будь человек, что читает, а не паслите вкус. Красавчик. Красавчик. Пусть пусть пусть. Ну, они красивенькие. Ну. И они тоже аккуратные, это еще мне. Как дело идет? Сегодня будете управлять. Будете. Боюсь, что я не смогу. Можете. Кач, 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 кач. Меды принесем. Что, какая там сзади группа, Юра? Ну. Попроб. Там, прррр, утикай. Попробуем. Попробуем. Там тоже машина. Так мы в ягоды или в грибы? Тут еще будет. Юра, будет все. Ягоды и грибы. Садись. Садись. Какая красота у вас, а? Оставайте же. Воздух. Тяжелый труд собирать ягоды. Нет, это отдых, а не труд. А говорят, каждой ягодке поклониться надо. Ну, и кланимся, а что делать? Так какой же это отдых? А свежий воздух. Здоровый. Чистый. Вот и отдых. Первые ягодки. Черничка. Витаминки так и побежали. Побежали, побежали. И я побегу работать. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а это мои внучата. Катюша, Настя и Андрей. Это среднее звено. Старшие и младшие отсутствуют. Так у вас, значит, есть кому работать на вашем прекрасном огороде? Ну, конечно, помощников хоть отбавляй. Ну, а огород, видите сами. Все. И капуста разных видов, и кабачки, и тыквы, и огурцы, и фасоль, и двух видов. Ну, все-все. И чеснок, и лук. Ну, все, что необходимо. Помогаете бабушке? Да. Бабушка, обидуешься? Да, давай, смотри. Так что, вот что мы делаем. Ну, а летом, видите, огород. Айбутата, тоже на реке? Нет. Совсем на реке. Алё, алё, Алёнушка, Ива, Ива, Иванушка. Ирис, 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 Москва, река. Окей, папка. Ну, так, наверное, главное богатство – люди. Все-таки в деревне. Очень много у нас хороших, трудолюбивых семей. Видите, у нас такие же земли, песчаные, урожаи низкие. Но они так работают, что-то и имеют. Главное, чтобы достаток материальный, конечно, в наше время очень ценится. Но главное, наверное, все-таки у этого ребят воспитать все-таки душевное качество. Ну, чтобы они любили труд, любили землю, любили родную страну. Ну, и поэтому, бывая здесь, мне кажется, это самая благоприятная почва для воспитания таких патриотических чувств. Ну, чтобы ценили свою землю, свою родину и так далее. Папа селила в город и сказала, деду к нам! Нам хорошо запоится! Пожелать хочется людям, ну, скажем, добра, отзывчивости. И оставаться такими же гостеприимными, как они есть и на самом деле. Ну, и благополучие! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok